Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Анапа, ранний вечер, 22 апреля 2023 год. Мы с вами находимся в районе парка Ореховая Роща и в районе Высокого Берега. Сегодня мы с вами наконец-таки сможем выйти на набережную со стороны улицы Толстого. Здесь открыли проход между вот этим построенным агрегатурным комплексом. И сначала выход на набережную с улицы Толстого был перекрыт. Видите, здесь еще не доделали красоту на вот этих наклонных газонах. Но в процессе, я думаю, в ближайшие несколько дней будет все здесь сделано, доделано как нужно. Температура воздуха сейчас около плюс 12 градусов. Ветрено, южный ветер порядка 6-8 метров в секунду. Порывы даже еще сильнее. И вот, кстати, сегодня один из таких дней, когда в Москве и в Питере дождь немного теплее, чем в Анапе. Представьте себе. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает то, что температура воздуха в Анапе днем будет от плюс 14 до плюс 18 градусов. Да, уже вот постепенно-постепенно будет потеплее. Ну вот, например, на 1 мая прогноз обещает всего плюс 15 максимум днем. И на ближайшие 10 дней множество дней обозначены по прогнозу как с осадками, с дождем. На море сегодня шторм, смотрите, такой достаточно серьезный, по крайней мере, если смотреть на волны, которые возле берега. Появилась информация, что курорты Краснодарского края примут до 550 тысяч отдыхающих на майские праздники. Это на 5% больше прошлогодних показателей. С увеличившимся турпотоком возрастет нагрузка на гостиничный фонд, отметил глава края Вениамин Кондратьев. Уже сейчас в курортных городах забронировано около 65% отелей. На курортах сейчас также усиливаются меры безопасности на транспорте и в местах массового скопления людей. В Анапе, Геленджике и Сочи устанавливают дополнительно более 100 камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации региона. Анапа вошла в топ-3 по популярности путешествий в мае. Отдых подорожал на 5-15%. Российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха определил самые популярные направления семейных путешествий в мае 2023 года. Анапа в нем заняла почетное третье место. Отпредели Анапу только Сочи и Казань. Замыкает пятерку лидеров Кисловодск и Московская область. Геленджик на шестом месте. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, номера в отелях 4-5 звезд подорожали в среднем уже на 5-15%. Ну и общая статистика. Каждый год курорты Краснодарского края привлекают более 17 миллионов туристов. Власти региона рассчитывают, что только в летний период на курорты Краснодарского края приедет отдыхать около 9 миллионов человек. Сегодня курорты Краснодарского края на первом месте в России по уровню бронирования. Сейчас объемы продаж уже на треть опережают прошлогодние. Черноморское побережье на июнь-август забронировано в среднем на 52%, Азовское побережье на 20%. Самые популярные города традиционно в Сочи, Анапе и Геленджик, сообщил Вениамин Кондратьев. Это спуск на пляж 40-летия Победы. Посмотрим на море с высоты высокого берега. Смотрите, какая красота. Много сегодня на море темных тонов. Если посмотреть на горизонт, там, видите, посветлее есть места. Ну, красиво же, да? Шторм сегодня все-таки умеренный, но вот возле берега его видно прямо-таки отчетливо. Все в белом. Пройдемся еще по набережной в сторону Сквера-Аванасова. Посмотрим, полюбуемся этим великолепием, пасмурным, штормящим. Ну, а в то время, как отдых в Краснодарском крае дорожает, отдых в Крыму подешевел. Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Такую статистику озвучила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ланидзе. В эфире говорит Москва. По ее словам, хотя динамика продаж уступает рекордному 2021 году примерно на 30%, полуостров продолжает сохранять позиции в пятерке самых продаваемых летних направлений именно за счет небольшого снижения цен. Это у нас спуск на пляж, так называемый спуск трудящихся. Ближайшая улица трудящихся здесь. Местная криминальная новость. Анапская мошенница провернула махинации с недвижимостью на 245 миллионов рублей. Злоумышленница, действуя в составе группы, подделывала подписи владельцев недвижимости в договорах купли-продажи, оформляя их имущество на подставных лиц. Также она убеждала потерпевших под предлогом получения кадастрового вычета совершать сделки, регистрируя собственность на своих знакомых. Так ей удалось лишить квартир, домов и земельных участков, достичь трех потерпевших. При этом обманом она получила 245 миллионов рублей. Теперь женщина предстанет перед судом. Для обеспечения мер по возмещению ущерба судом наложен арест на сумму более 500 миллионов рублей на имущество обвиняемой, в том числе оформленного на третьих лиц. Сегодня в Анапе прошел масштабный субботник, в котором приняло участие очень много местных жителей, но сотни, может быть даже до тысячи, может быть даже больше тысячи. Вот, кстати, улицы Трудячихся мы дошли. И, собственно, здесь начинается сквер имени Аванесова. И еще, если вы приедете в Анапу вот уже на майские праздники, то для вас не будет лишней следующей информации. Более 300 человек в Краснодарском крае обратились к медикам после укусов клещей в этом году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их стало больше на 97% примерно. Так что, ребята и девчата, будьте бдительны, клещи уже вовсю ползают, и имейте это в виду. А здесь, смотрите, напротив памятника Аванесову, вот такие замечательные тюльпаны, клумба с тюльпанами разноцветными. Ну, обратите внимание, велосипедисты буквально постоянно, велосипедисты, самокатисты буквально постоянно ездят по набережной. Посмотрите-ка, у нас набережная узкая здесь в Анапе. И интересно, будут ли категорически запрещать в этом году с началом курортного сезона катание на самокатах и велосипедах по набережной. Потому что, ну, где? Здесь, видите, все. Набережная не предусмотрена для одновременного использования пешеходами и людьми, которые передвигаются на колесных средствах каких-нибудь. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. В самом начале мая погода в Анапе будет, скорее всего, весьма умеренной. Температура воздуха на 1 мая прогнозируется не выше плюс 15 градусов днем. Но будем надеяться, что в первом половине мая погода начнет все-таки больше. Радовать и отдыхающих, которые приезжают уже в мае в Анапу, и местных жителей. Еще, кстати, друзья, напишите, пожалуйста, у вас в этом году стоит выбор между Крымом и Анапой? Между Крымом и Геленджиком или Сочи? Куда вы хотели бы поехать и куда вы поедете, исходя из тех или иных обстоятельств? Интересно будет услышать ваше мнение в комментариях. Ставьте лайки, друзья, этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь. Делайте репост. Пишите также ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронулись в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем добра. Желаю всем мира. Все. Пока-два. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»